Кыргызская судопроизводство В 1998 году. Вот прошло 20 лет, история помнит. В то время не было интернета, ютуба, других новых технологий информационных. Все печаталось в газете. Но тем не менее, в памяти людей, граждан, общества. И эта история осталась надолго. В истории судопроизводства. 1998 год. Мы знаем фамилии судей, кто его сажал, кто его оправдывал. В 2000 году Алмазбек Атамбаева незаконно лишили депутатского мандата. Суд просто забрал у него мандат, передал другому кандидату. Тоже был политический мотив. Потому что он оппонировал Ахаева. Обвинял его, что он узурпировал власть. И тогда судьи также говорили, что все по закону. Также выступали прокуроры. Все. История повторяется в один в один. В 2003 году, когда были аксистские события, суд оправдал виновных, которые стреляли в мирный народ. Которые избивали в кирбене людей. Суд их оправдал. И вот тогда народ был возмущен. Почему? По одним делам оправдывает, по другим делам сажает. Народ-то не глупый. Он-то все понимает прекрасно. Народ, по сути, это судьи присяжные. Они наблюдают. Они здравомысят. Они беспристрастны. Они адекватны. Поэтому они принимают правильное решение. И они ни от кого не боятся. И в 2007 году посадили генерала Исмаила Иснахова. Топчует Тургоналиева. Все они были оправданы. И Шамай Хадырбекова. У всех был один мотив. Просто они как бы били за демократию. Они оппонировали власти. Они говорили, что не прессуйте свободу слова. Не прессуйте политические инакомыслия. Плюрализм мнения. Мы на весь мир заявили, что мы демократическая свободная страна. Мы подписали все международные договора. И мы должны это блюсти. Нельзя сажать журналистов. В 2007 году, как вы знаете, Исмаила Иснахова посадили. Обвинили в каких-то ужасных махинациях. Якобы, будучи министром обороны, там полстраны съел. Якобы. Потом суд оправдал. И те судьи, которые сажали Смаил Исахова, забирали мандат у Алмаза Тамбаева, выносили несправедливое решение в отношении виновных кирбинских событий, все они понесли наказание. Я их лично знаю. Они не могут людям в глаза смотреть, особенно юристам, политикам. Я чувствую от них вот это вот. Но мне их очень жалко, потому что их система подставила, их система кинула. Те, которые давали приказ судье сажать Исмаила Исахова, те же обратно его и задавили. Это не только в голливудских фильмах так бы избавляется от исполнителей, но и в реальной политике. Потому что этот молодой парень, который судил Исмаила Исахова, ему тоже приказывали же, его пугали. Даже в семью пугали его. Сказали, генерал Датрукзас, вылетишь, посадим родственников и тебя тоже. Но когда власть поменялась, чтобы угодить новой власти, его просто сели. Он сейчас не может даже адвокатом стать. Это же тоже несправедливо в отношении. Я судебную практику, таргтой, таргтой. И на сегодняшний день, если спросить, кто такой, назовите фамилию председателя Конституционного суда, никто вам не скажет. Председателя Верховного суда никто не знает. Но вашу фамилию вся страна знает. Потому что вы стали эпицентрой большого политического скандала. Вы судили одного из главных демократов страны. И я в последнем слове хочу сказать вам, как человеку, как судье, как юристу, коллеге, чтобы вы при вынесении приговора советовались исключительно своей совестью. И не боялись ничего. И помнили, что есть еще Божий суд. Нельзя так, как прокурора просили. Вот я вчера говорил, 9 лет. Невиновному бизнесмену 9 лет. Он сегодня очень правильно сказал, Юксель. Сказал, если бы я с кем-то и мутил бы, только с Шурмоновым. Как он может дела иметь с людьми, которые он не знает? Если бы он что-то делал, то только с Шурмоновым. Он так предположительно сказал. Где логика? Он прав.